Если ты себя не можешь преодолеть, то как ты преодолеешь соперника? Фраза трехкратного победителя Олимпийских игр особенно подчеркивает его взгляд на спортивную жизнь. Во Владивосток приехал Александр Карелин, легенда греко-римской борьбы. ...наших болельщиков, болельщиков политической борьбы нашей страны, четвертой золотой медалью в наградах Олимпийских игр, а Саша Карелина первой золотой медалью Олимпийского чемпиона. Александр Александрович, который в 67-м году родился весом в 5,5 килограммов, сразу получил уйму прозвищ на тему своих габаритов. И успешная карьера борца не стала ни для кого сюрпризом. В 2000-м Александр завершил свой спортивный путь с такими достижениями, как девятикратное чемпионство мира и трехкратный золотой пьедестал на Олимпиаде. Теперь уже в роли мастера спорта и государственного деятеля Карелин приехал в Приморскую столицу, где решил раскрыть подрастающему поколению несколько секретов борьбы. Один, но очень для меня важный, наверное, эпизод в жизни каждого, не только спортсмена, верить в себя. Кто-то считает, что это не очень важно. Я же убежден, что это основополагающее для любых достижений. Если достаточно веры, если ты готов жертвовать достижению цели, тогда все получится. И поэтому, разговаривая с ребятами, с девочками, с представителями вольного стиля, борцами, я говорил именно об этом. Таких иногда называют «русский медведь». Глядя на чемпиона, юные парни и девушки не верят, что могут добиться таких же успехов. Даже находясь рядом с Сан Санычем, появляется невольная дрожь в коленках. Но, как отмечает сам Карелин, шансы есть у всех. Про приморских спортсменов он знает не понаслышке. Здесь самые замечательные возможности. Здесь есть школа, здесь есть пять чемпионок мира. Я сказал им о том, что никому из них дорога не заказана. Вот на ту как раз доску почета, на которую эти девчонки, в общем-то, красноречиво улыбаются своим медалям. Увидеть и послушать спортсмена пришли и борцы греко-римского стиля, и самбисты. Последних, кстати, оказалось даже больше. В связи с этим Карелин поведал еще один секрет. В прошлом борец очень плотно занимался и самбо. Да и в целом связь между различными стилями борьбы, по его мнению, очень тесная. Это дает козыри на руку универсалам. Но узнали ребята и то, что главное – пользоваться своими габаритами, какие бы они у тебя ни были. Открытый урок борьбы стал первым мероприятием Карелина в рамках визита Восточного экономического форума. Он также примет участие в работе сессии под названием «Дальний Восток на пути к Трем Олимпиадам» и в других мероприятиях. Если мы сегодня правильно построим вот эту самую привлекательность для инвесторов, то мы получим, во-первых, на долгие годы развитую инфраструктуру. Во-вторых, мы, конечно же, сможем показать, каков он русский Дальний Восток с его возможностями, а не только красотой. И в-третьих, здесь есть одно замечательное обстоятельство. Это не только зимний, но и летний. То есть мы делаем круглогодичные возможности. Максим Яковлев, Кирилл Корнилов. Новости спорта на восьмом.